Приветствую вас! Сразу хотел бы сказать, что ваше сообщение, оно не то чтобы не нормальное, не то чтобы оно какое-то плохое, но скорее просто в некотором смысле странное. И странное оно вот почему. Сейчас я вам попробую обрисовать, почему ваше предложение странное. Значит, ну во-первых, если ваш молодой человек, да, страдает определенного рода заболеваниями, да, вот, то вести себя с ним нужно максимально осторожно. Потому что, значит, очень легко его от себя отдалить. Вот. Значит, предположим, он боится того, что его кто-то, значит, пытается, ну, попытается, да, присоединить, как он говорит. Вот. А, предположим, так и есть. Вы это, наверное, знаете, ну то есть вы в курсе того, что он боится. Ну, может опасаться, да, того, что, а-а-а-а, значит, ну его могут ограничить. То есть его, ну, действия, да, его поступки, его, его самого могут ограничить. Вот. Вот. И вы предлагаете ему контракт. Это звучит так, что, а-а-а, его, а-а-а-а, к чему-то, да, обязывает. Справа. Понимаете? Так это звучит. Что данный аспект его просто-напросто к чему-то обязывает. Вот. Здесь не особо важно, как он это воспринял, что он под этим понял. здесь важнее, то, что он видит в этом опасность для себя. Вот. И все. И если вы видите, что, а-а-а, это вызывает в нем чувства, тревоги, то, ну, наверное, ему это не подходит. Как вариант. Да? Но, совершенно очевидно, да, что вам нужен этот контракт. И вот цель, цель вашего контракта, то есть почему вы хотите, к примеру, этот контракт иметь. вот это для меня загадка. Потому что, совершенно очевидно, очевидно, что здесь у вас имеют место быть какие-то желания. ну, ваши собственные желания. Совершенно очевидно, что вы сами чего-то хотите здесь. Вот. И нужно подумать, что вы хотите. Нужно подумать, что вам нужно. Понимаете? Вот это, мне кажется, очень важный момент для вас, конечно же. Ну, и дальше, 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 собственно, уже исходить из, исходить из того, что вам нужно, исходить из того, к примеру, да. Чего вы хотите. Вот. То есть это, на мой взгляд, не сложно. Вот. То есть тут, вот, эээ. Хотелось бы знать, да. Эээ? Аа. Какого именно мнения вы ждете от нас? Что это, вот, конкретно, да, мнения, какого мнения вы хотите. Мнение по поводу чего вы хотели бы узнать, понимаете, вот. Потому что я, если честно, не очень понимаю. Молодого человека вам действительно нужно отпустить, молодого человека вам действительно сейчас нужно немножко от себя отдалить, потому что ему явно это не нравится, что-то происходит сейчас. Вот. И, соответственно, пересмотреть, вероятно, то, как вы его видите. Мне кажется, только так. Мне кажется, что только так можно понять, что вам нужно, чего вы хотите. По-другому, к сожалению, никак. Вот. Вот. Смотрите. Вы пишете, вот так, он говорит, между нами, вот так. Романчик. Здесь у нас стоит, пока он будет заключить контракт, где начали наши личные границы. Обоюдное желание союза цель уничтожить морально друг друга и весь мир в наших глазах. Так, а если человек, к примеру, этого не хочет, как быть и так далее. То есть, если он не хочет уничтожить морально вас и весь мир. Вот. Что в этом случае? Такое ощущение у меня, по крайней мере, у меня такое чувство, что вы, как-будто, сомнительно идете на то, чтобы обтолкнуть себя, всего человека. Вот. Вот. Мне почему-то так это кажется. Мне почему-то кажется именно так, что вы обтолкиваете его сюда. И делаете вы это, мягко говоря, сознательно, практически сознательно, почти. Почти сознательно, но в то же время без сознательно. Вот. То есть, тут, возможно, есть ваш страх близости, страх разобличения. Вот. На что, кстати, косвенно указывает и то, что вы пытаетесь простроить личные границы. Вот. Своим молодым человеком. И как-то, ну, структурировать, да, то, что происходит между вами. Вот. Но вы не понимаете, что то, что вы делаете само по себе создает определенность. А определенность мужчина не любит. Вот. Это можно как угодно воспринимать. Но, если ему не нравится определенность, то он ее будет скорее всего избегать. Вот. А вы своими действиями наоборот не выдавили. То есть, конечно, ну, важно понять вашу позицию. Здесь, конечно, желательно понять вашу позицию. Вот. Что вы хотите, что вам нужно. Потому что, ну, уж, как-то это очень странно. Вот. То есть, я не знаю, насколько вы оба готовы к отношениям. Вообще. Вот. Я не знаю. Ну, я думаю, что это тоже можно выяснить, это тоже можно, в принципе, прояснить. Вот. Вот так. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Понимаю, что, может быть, немного. Ну, потому что, потому что информации вы подоставили очень мало о себе. Вот. Но, обращаю ваше внимание на то, что вы говорите про жвачку из мыслей. Свою. Вот. Мне кажется, на этот момент тоже можно обратить внимание. Нужно обратить внимание. Вот. Потому что жвачка, это очень похоже на навязчивые мысли, навязчивые идеи. Вот. И если они у вас есть, действительно, навязчивые мысли, то с ними нужно работать отдельно. Навязчивыми мыслими и идеями. Вот. Вот это уже чисто ваша проблема. Вот. И вам с этой проблемой нужно будет разбираться. Вот это не обязательно делать одиночку. Абсолютно. Мы вам в этом, ааа, можем помочь. Ааа, если, если вы как. А вот. Вот. Ну, у вас, ааа, вы обращаетесь в телефон слуха доверия, что тоже, конечно, вызывает некоторые вопросы, да. Почему вы, вот, звоните, что да, именно, да, а не обращаетесь, к примеру, к психологу, допустим. Вот. Вот. Тут, конечно, нужно выяснить. Вот. Ну, и последнее, это то, что вы не задаете свой вопрос вообще. Так что вы, ну, не пишите, не спрашиваете ничего. Вот. У нас, как, как, ну, не задаете, не задаете никакого вопроса. Ааа, вопрос, на мой взгляд, очень важный. Ну, то есть вам нужно, ааа, сформулировать вопрос, чтобы мы смогли вам помочь. Ааа, пока что вы этого не сделали и, соответственно, у меня нет ощущения, что вы готовы решать, ааа, проблемы, которые у вас имеются. Я вас не обвиняю в ничем, я просто говорю, что вот у меня есть такое ощущение, что, ааа, значит, ну, есть такое ощущение, что вы не готовы. На этом, в принципе, все. Ну, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Ааа, если у вас остались, ааа, дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Ааа, если вам понравился мой ответ, ааа, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Ааа, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.